Так называемое антиалкогольное расстояние, которое необходимо соблюдать у социальных, образовательных, спортивных и объектов здравоохранения, было принято в 2015 году. Согласно этому документу, торговля спиртным разрешается не ближе 15-25 метров в зависимости от профильного вида организации. В этом году мэрии принято решение о внесении изменений в постановление. Предлагается кратное увеличение антиалкогольной дистанции до 50, 100, 300 и 500 метров в зависимости от категории объектов. Эта тема вызвала бурное обсуждение в соцсетях и городских блогах. Поговорить о целесообразности нового проекта решили и представители торгово-промышленной палаты. Ведь мнение предпринимателей, ведущих легальный бизнес, имеющих лицензию и оплачивающих налоги, будет учитываться при принятии итогового решения. Новые правила должны вступить в силу с 1 июля. По мнению предпринимателей, в этом случае город может недополучить в доходную часть бюджета около 30 миллионов рублей. Кроме того, есть вероятность увеличения теневой торговли. По нашему мнению, вызовет вспышку роста неофициального оборота алкоголя. И деньги пойдут мимо бюджета. В официальных же точках произойдет сокращение рабочих мест. Если ребенок живет за полкилометра от школы, то он может и возле своего дома, подросток, купить контрафактный алкоголь и принести его в школу. Понимаете, тут вопрос немножко в другом. Культура питья должна быть. Более того, должна быть ответственность самих продавцов магазинов. Предприниматели, ведущие свой бизнес официально и с трудом получившие лицензию, знают, какие штрафные санкции предусматривает нарушение закона. Алкоголь подросткам они не продают. Но не стоит забывать про пивные напитки и энергетики, которые не приравниваются к алкоголю. А их употребление не менее опасно для здоровья. Позиция городской администрации – ввести новое антиалкогольное расстояние, преимущественно в период подготовки и проведения футбольных соревнований. В любом случае, при принятии изменений в постановлении будут учтены все доводы за и против.